Эмиль, расскажи, пожалуйста, вот как ты оказался на территории Беларуси и как у тебя появилось желание уйти из своей армии? Я дезертировал из армии через колючую проволоку, порвал штаны и поранил руку. Перебежал через нейтральную полосу и увидел, что едет польский патруль. Я снял форму и без одежды, голым, окольными путями побежал в сторону Беларуси. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши. Чтобы перейти через границу, ты сам принял решение? Живучая граница, панцы сам снецидовал. Так. Расскажи, почему ты это решил сделать? Почему именно вчера, что тебя на это сподвигло? Вы знаете, я вот просто сидел человек возле забора, жарил колбасу на костре и только думал о том, когда смотрел на огонь, не будет ли этот человек сам на этом огне же жариться. Нет работы, ничем не занимался. И сижу и думаю, и думаю, и думаю о том, что происходило в этих лесах последние месяцы. Мы сначала приехали, нам сказали, что будем стоять возле пограничных столбов. И в один момент начали приезжать к нам мужчины из контрразведки. Они просто стояли, иногда только кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкали к тому, что к ним проявляют агрессию. Если солдат выходил куда-то, они проверяли документы без причины, говорили ему глупости и понимали, что он не может ничего ответить. Типичная демонстрация превосходства. Эмир, вот сейчас с польской стороны говорят о том, что ты создавал очень много проблем в армии. И вообще говорят, что ты погиб, что тебя сейчас не существует. Почему они так говорят? Они просто не хотят признать, что после всего, что они сделали, чтобы ни один солдат не сбежал. Они делают все, чтобы замять это дело, и они не смогли даже сказать, что солдат сбежал. Сбежал и рассказал, что случилось. Сейчас единственное, что могут сделать, это сделать из меня самого плохого человека. Говоря, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно.